Работа у экологов нелегкая. Чтобы найти неблагополучный объект, приходится идти полем, потом лесом по петляющим дорожкам, потом преодолевать водные преграды по небольшим мосткам. Наконец пришли. На телефоне с помощью GPS фиксируется точка. Действительно здесь. Но свалки, в привычном смысле этого слова, в лесу на берегу Измайловского водохранилища нет. Мусор лежит повсюду. Дальше в лес вроде чище. А вот здесь, непокрестный близко от берега, конечно, ситуация просто ужасная. И невооруженным глазом видно, на интерактивную карту свалок Подмосковья этот лес граждане внесли не случайно. С другой стороны, очевидно, что и источник этой масштабной мусорной свалки местные жители. Соответственно, и решать проблему нужно сообща. Что касается наших точек на нашей интерактивной карте свалок, то это, я думаю, одна из наиболее проблемных. Одной уборки мало. Тут не столько и выявления, это и предотвращение тоже. И здесь без местных жителей тоже не обойтись никак. Усугубляется ситуация тем, что место это труднодоступное. А потому установить поблизости контейнеры для сбора мусора не представляется возможным. Убирают вручную. Вывозимое количество мусора даже удивило областного чиновника. Ежедневно порядка 20-х год мусора собирается. Здесь? Это достаточно серьезный объект. Да. Действительно, на просеке рядом с лесом стоял автобус муниципальной службы, а недалеко работало несколько бригад, которые собирали мусор в небольшие мешки. Но собрать мало, их еще необходимо выносить. Более 400 метров непроходимой местности и лесной массив. Да, люди приходят отдыхать. И, ну, как бы, вот хорошо, что неравнодушные жители есть, которые, в принципе, и мусор за собой убирают, и как-то отдыхают культурно. Но такие культурные, видимо, в меньшинстве. Мусор здесь собирают во время субботников, которые проводятся на территории Ленинского района. Но собрать все волонтеры не в силах. Тем более, что в ближайший же уикенд горы пластиковой посуды и бутылок появляются вновь. Нередко в этих местах проводятся экологические рейды. Но они, как можно видеть, не столь эффективны, как хотелось бы. У Государственного экологического инспектора Московской области свое предложение по работе с населением. Рейды, рейды, но и системное решение по установке места сбора на подходе. Ну, запетонировать площадку, оградить, установить, повесить плакат, что уважаемые граждане отдыхающие, просьбу мусор в лесу не оставлять. Увы, как показывает практика, увещевания, плакаты и даже штрафы не останавливают тех, кто оставляет после себя мусор. Проблема эта общероссийская, а потому и решать ее стоит, видимо, в масштабах страны. Активно поощряя воспитанных граждан и жестко наказывая нерадивых. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова